всем добрый добрый вечер у нас сегодня такое своего рода заключительное занятие предваряющие будущие занятия мы как бы сегодня что называется подводим черту под из под рассуждениями связанными именно с библейским текстом с библейским текстом в том аспекте который стоял заголовки курса связанные так или иначе с историческими студиями вот как бы мы начали что называется с решить и закончили книги даниэля то есть не мы конечно не пытались обсудить все что есть в танахе на тему истории но мы попытались отследить какие-то основные направления основные тенденции основные аспекты то как представлена в танахе история и сегодня мы поговорим как бы о вещах напрямую связанных с тематикой курса но поскольку мы говорили о библейских книгах и то мы должны все таки задаться вопросом о том почему и как был создан библейский канон потому что потом мы перейдем книгам которые в этот канон не вошли тоже занимаются историей объявление которое хочу сразу же сделать в августе у нас занятий не будет поскольку я уезжаю вот и ну как бы на там разошлет соответствующее объявление вот но в принципе мы возобновим наше занятие уже в сентябре так что сегодня в этом смысле оно опять-таки такое заключительное я сейчас открою ты должен андрей ты должен я сделать коу-хостом потому что до 100 процентов сейчас секунду слегка да есть спасибо отлично сейчас я чему-то не наблюдаю приготовленную презентацию часы и снова откроем хочет появляться сейчас я закрою лишние тогда окна видимо нужно закрыть лишнего на пол секундочки окей так вот перед вами я надеюсь вы видите это канонизация библии как это было мы поговорим сегодня о том как происходил процесс освещения библейских книг и это тоже исторический процесс как бы мы говорили о том как библейские книги изображают историю как они с ней соотносятся что является историей что мифом что мидрашем вот а сегодня мы поговорим о некоем историческом процессе который привел в результате к созданию знакомого нам канона библейских книг как бы по ходу дела вы можете задавать вопросы в конце я тоже оставлю время для вопросов и так когда это начинается на самом деле мы не знаем точно когда это начинается но по крайней мере у нас есть некая зацепка описание события которая находится в книге царей и гимнахи и из которого ясно что в конце седьмого века до новой эры ближе концу седьмого века до новой эры была так сказать опубликована книга я привел тут два отрывка на иврите вкратце дело обстоит следующим образом царь йошиягу который приходит в лак власти примерно в середине седьмого века до новой эры на восемнадцатом году своего правления решает устроить некоторый некоторую проверку или ремонт в храмовых помещениях там обнаруживают книгу эту книгу ему приносит песец по имени шафан и говорит что эту книгу он получил из рук священника жреца хиль киягу шафан читает эту книгу перед царем и царь рвет одежду после чего царь созывает русалим народ и стоя на возвышении читает народу эту книгу после чего заключает союз завет смысл которого сходится к тому что следует ходить идти след за господом исполнять его заповеди и его законы всем сердцем и всей душой исполнять слова этого завета которые написаны в этой книге и весь народ заключил этот завет значит то есть когда-то говорили об этом несколько оснований для того чтобы предположить что речь идет о книге говорим во первых по следам этого события которое здесь описано происходит некая глобальная религиозная реформа на самом деле не только религиозная но и экономическая политическая которую проводит вот этот царь один из последних царей иудеи и в центре этой реформы стоит идея о централизации служения богу в одном месте каковым является храм в Иерусалиме все остальные места отменяются и если мы задаемся вопросом о том какая именно книга которая здесь называется Сефара Брит Сефара Немца Сефара Тора какая именно из книг Торы действительно толкает к такому начинанию то единственным ответом окажется книга Дворим там это звучит как некий постоянный лейтмотив служить богу следует в месте в одном единственном месте которое бог избрал для этой цели хотя слово Иерусалим там не упоминается кроме того кроме того реакция царя на прочитанные перед ним слова Торы его то что он рвет одежды в знак траура плачет что именно мог царь услышать из уст из царь своего ответ ну судя по всему это могут быть два один из двух отрывков которые мы находим в Торе один из них это конец книги Вейкра то что мы сегодня называем Порошат Беху Котай где приводится благословение и проклятие в случае соблюдения завета с Богом а второе такое место это книга Дворим то что мы называем сегодня Порошат Китаво где тоже есть благословение и проклятие в случае соблюдения или не соблюдения завета с Богом когда мы выбираем между этими двумя отрывками то на помощь приходит первое во-первых соображение то которое мы приводили идея централизации культа которая главным образом продвигается именно в книге Дворим а кроме того это как бы тема которую мы обсуждали я сейчас не буду ее специально снова детализировать но я напомню только о том что по сути дела так называемые книги ранних пророков или библейские историографические книги относительно раннего периода начиная от книги его шула и кончая книгой царей все они связаны как идеологически так и стилистически с книгой Дворим то есть они явно ориентируются на эту книгу даже в том отрывке который я вам сейчас представил можно найти как бы эту ориентацию ну например выражение всем сердцем всей душой впоследствии весь этот блок в библиистике получил название так называемого дифтерономистического корпуса мы не будем сейчас обсуждать вопрос стояло ли за открытием книги ее создания или же только ее публикация так сказать это вопрос отдельно дискутируемый современными библиистами понятно что с точки зрения традиционного комментария ни о каком сочинении книги Дворим в это время речи быть не может поскольку Тора получена на Синае но даже мудрецы Талмуда равно как и отцы церкви такие как блаженный Иероним создатель перевода библии на латынь так называемые вульгаты признают то обстоятельство что речь здесь идет несомненно о книге Дворим и в любом случае как бы мы не относились к вопросу о том действительно что стоит за этим описанием сочинение или публикация книги ясно одно что этот текст фиксирует очень важную точку можно сказать первую точку в канонизации библейских книг а сам текст свидетельствует о том что книга Торы становится неким обязывающим документом я подчеркну это не текст который находится в самой Торе а сама Тора как бы сказать в этом плане что называется псулали идут она не может свидетельствовать сама себе но этот текст книги Малахим который рассказывает о том как текст Торы становится обязывающим некий конкретно исторический период это важное для нас свидетельство независимо от вопроса о том в какой степени это свидетельство является абсолютно или относительно историчным но так или иначе существует традиция о начале канонизации текста Торы затем следующий текст такого рода находится опять-таки в Танахе это последний текст танахический который свидетельствует о процессе канализации и опять-таки речь идет о Торе но на этот раз судя по всему уже не только о книге Дворим и этот текст мы в свое время обсуждали он находится в одном из наиболее поздних сочинений вошедших библейский канон это книга Нехеми в которой где в восьмой главе рассказывается о том что народ вернувшийся из Вавилона персидского плена собирается в месяц Тишрей на городской площади в Иерусалиме перед ними находится писец Изра и Левиты приносят туда свиток Торы которая называется здесь Турат Муше Ашерцева Адунаит Исраэль книга Торы закон Муше или Тора Муше которую заповедовал господь Израиль эту книгу читают перед народом и поясняют ее объясняют как тут написано мы виним отдельно опять же повторю разбирали этот отрывок в свое время а значит происходит некое публичное чтение книги с ее объяснениями как тут сказано в восьмом стихе и читали книгу Торы Божьей толкуя ее и объясняя ее значит то что прочитано это собственно говоря опять же некоторая церемония публичного чтения свидетельствующая о том что этот текст является священными обязывающими эзра благословляет народ именем бога благословляет самого бога народ отвечает аминь как бы это начало традиции хорошо нам знакомый вплоть до сегодняшнего дня в рамках которой текст Торы читается перед народом читаем его каждую неделю параллельно с этому тексту существует еще один текст пророческий в книге Малахи Малахи это книга которая закрывает пророческий корпус и нам не известно на самом деле имя этого пророка он получил имя Малахи как я уже говорил в результате видимо точного понимания написанного такого имени вообще не существовало у евреев Малахи это было бы довольно на тот период дерзкое имя назвать человека мой ангел именем божьего посланника вот судя по всему Малахи это действительно либо мой ангел либо ангел господень йод как сокращение тетраграмматона и это было понято как имя самого пророка так или иначе в конце этой книги приводятся следующие знаменательные слова знаменательные слова румоше раба моего которому я заповедал на хореве для всего Израиля законы и установления вот я пошлю вам пророка пророка перед наступлением дня господня великого и страшного и он примирит отцов и сыновей дабы я не пришел и не уничтожил землю многие комментаторы современные понимают этот текст следующим образом эпоха пророчества заканчивается вплоть до наступления дня господня отныне и далее ориентироваться надо на фиксированный текст торы муше который надо помнить и через него собственно говоря и осуществляется теперь канал связи с богом эпоха спонтанной связи заканчивается она возобновится перед наступлением дня божественного суда то повторяю время когда создан этот текст это как раз примерно время создания книги то есть все приводит нас к тому что это некий поворотный момент завершающий пророческую эпоху и открывающий эпоху торы это на это обратили внимание мудрецы талмуда что последними пророками были хагарь захария у малахи и после этого пророчество завершается не все так думали об этом тоже в свое время говорили вот и не все были согласны с таким взглядом но по крайней мере вот в этих текстах которые я вам сейчас представил судя по всему этот текст действительно это воззрение действительно находит свое выражение теперь поскольку да и важно отметить что исходя из тех цитат которые мы находим в книгах Эзра и Нехемии цитаты аллюзии к текстам торы можно заключить что на тот момент были в распоряжении все пять книг все пять книг даже если их текст не полностью совпадал с текстом нам знакомым но аллюзии в книгах Эзра и Нехемии и прямые цитаты есть из всех связаны со всеми пятью книгами торы то есть это некоторый дополнительный шаг по сравнению с тем что мы видели в истории с царем Йошияу в конце эпохи первого храма теперь следующий этап следующий этап это опять же связанный с торой мы говорим о торе у нас есть на самом деле три сохранившихся древних версии торы потом более поздний но древних три у нас есть масорецкий текст тот текст который мы читаем сегодня вот те самые хамешаху шейтура хотя конечно после того что был открыт кумран стало ясно что этот текст тоже претерпевал изменения изменения не какие-то глобальные но по крайней мере в отношении языка и стиля тех или иных фраз и слов изменения имели место собственно говоря даже в средневековых рукописях когда текст уже казалось бы устоялся полностью мы находим определенные расхождения в конце эпохи второго храма именно об этом идет речь таких расхождений гораздо больше второй текст это самаритянская пятикнижья значит мы не знаем точно когда этот текст был создан на этот счет тоже существует расхождение некоторые считают что мы это тоже опять же по ходу дела мы все время вспоминаем сюжеты которые мы уже обсуждали некоторые считают что как раз во времена израины хемии и произошел раскол в результате к тому что образовалась группа так называемых в будущем самаритян и у них был свой священный текст некоторые считают Флавий Иосиф утверждает что раскол произошел гораздо позже во времена уже Александра Македонского это не очевидно но понятно что раскол происходит в эпоху второго храма помимо прочего еще и потому что самаритяне группа которая для которой священным местом являлся храм на горе Гризин в Шхеме так вот самаритяне канонизировали только пяти книжья и кроме того они признавали еще книгу Иошуа все остальные книги были ими отвергнуты что говорит о том что видимо раскол произошел до того что пророческий корпус был окончательно сформирован и освящен канонизирован об этом речь немножко ниже так вот у нас есть самаритянское пяти книжья но тут представлено перед вами вот это масоретские тексты это самаритянское отрывок из самаритянского пяти книжья которая я думаю многим известно написано шрифтом который близок более близок к шрифту на котором евреи писали в эпоху первого храма так называемый палеоеврейский шрифт который был заменен так называемым арамейским мудрецы его называют иногда ассирийским шрифтом квадратным его еще называют шрифтом тем которым мы сегодня привычны самаритяне остались со шрифтом который был принят в эпоху первого храма что по всей видимости свидетельствует все таки о довольно раннем времени раскола между масоретским текстом самаритянским текстом есть очень много расхождений некоторые из них носят чисто сектантский характер в частности например в самаритянском пятикнижье явно подчеркнута роль шхема и вплоть до того что его святость заявлена в самаритянском пятикнижье в рамках диколога десяти заповедей кроме того в книге дворим всюду где на советском тексте написано место которое изберет господь центральное единственное место всюду в самаритянском пятикнижье сказано место которое избрал господь бахар с тем чтобы сказать что это не Иерусалим который в будущем будет превращен давидом столицу израиля а это древние еще времен праотцев город но кроме этих сектанских изменений есть еще целый ряд изменений которые видимо предшествуют расколу мы знаем об этом сегодня еще и потому что опять таки прото самаритянские тексты были найдены в кумране одна из характерных черт которые которые как бы вот постоянно присутствует в самаритянском пятикнижье это склонность гармонизации когда есть какие-то несовпадения например там какое-то указание написано одним языком а его исполнение немножко отличается в частности касательно строительства скини самаритянское вот это как бы прото самаритянский текст это правит и делает все абсолютно одинаково то есть симметрия и гармония должна быть полной в чем-то уже книга дворим этому предшествует тоже создает определенные гармонизации но это отдельный вопрос так или иначе вот у нас есть самаритянское пятикнижье и третий текст который у нас есть это естественно текст септуагинты текст септуагинты это греческий перевод который в целом в том что касается Торы не очень сильно разнится с масаретским текстом но тем не менее разница есть и опять же когда найдены были кумранские тексты стало ясно что то речь идет не о каком-то скажем не точном вольном переводе а речь идет о том просто что перед переводчиком был другой текст на иврите отличающийся теми или иными деталями от текста масаретского в ряде случаев можно пытаться восстановить какой текст более оригинальный какой более поздний я приведу только два кратких примера один опять же мы разбирали в песне в песне Гаазину в книге дворим там где речь идет о том как бог разделял землю между народами в масаретском тексте говорится их он разделил по числу сыновей Израиля а в септуагинте говорится по числу сыновей бога и сыновей божьих и такой текст на иврите был найден в кумране другой пример в котором видимо происходит тенденциозная правка в переводе септуагинты и как раз и в самаретянском пятикнижье когда в книге берешит говорится о том что бог завершил сотворение мира там сказано что это происходит в седьмой день мы читаем это каждую неделю и закончил бог в седьмой день всю работу которую он сделал так вот и в септуагинте и в самаретянском пятикнижье в этом месте написано в шестой а не в седьмой день что видимо объясняется теологическими соображениями бог ничего не не мог кончать в седьмой день в седьмой день он просто отдыхал а все закончено было в шестой интересно что это обсуждают мидрашах и мудрецы толмуды они по-своему решают эту проблему говорят о том что как бы вот эта граница между шестым и седьмым днем она совершенно такая ну не ясная зыбкая с перетеканием вот но во всяком случае это вот примеры тех отличий которые есть между септуагинты и масаретским текстом значит эти тексты сосуществовали когда они уходят уходят они судя по всему то что значит они уходят на самом деле но отвергаются евреями после разрушения второго храма что касается самаритянского пятикнижья то судя по всему окончательный раскол самаритянами происходит во втором веке то есть раскол уже был но как бы полное такое размежевание и антагонизм после восстания барков как предполагают исследователи во всяком случае самаритянский текст совершенно предстает быть релевантным еврейской традиции талмуд относится к нему очень малым почтением то же самое и с текстом септуагинты который становится священным для ранних христиан и тем самым отвергается еврейской традиции это еще связано с тем что септуагинта была священным текстом для для египетской александрийской еврейской общины которая была в сущности говоря разгромлена трояном во время восстания диаспоры 115 117 годах практически прекратила свое существование и текст опять же для евреев перестал быть релевантным но до этого времени до начала второго века эти тексты сосуществовали и являлись частью еврейского дискурса теперь отсюда мы переходим к вопросу канонизации пророческих книг когда это происходит это мы не знаем точно у нас нет точного ответа на вопрос как и когда произошла канонизация пророческих книг мы только можем указать на самую позднюю точку там очевидно что это уже произошло значит такой поздней точке является свидетельство автора книги бен сиры или как в христианской традиции или в септуагенте это называется уже Иисус сын сирахов есть мудреце который жил в Иерусалиме в конце третьего начале второго века до новой эры он создал книгу мудрости которая названа его именем цаффер бен сира и последний раздел этой книги сорок четвертой пятидесятой главы содержит так называемое восхваление отцов мира где как бы приводится такая вот краткая история евреев начиная от муж ну как бы праотцев и мушей и кончая кончая таким очень важным для бен сира образом Шимон Хацадик который Шимон первосвященник которого по крайней мере некоторые отождествляют с фигурой Шимона праведного упомянутого в романистической традиции так вот в рамках этого обзора бен сира упоминает всех практически героев книг ранних пророков от то есть очевидно что он апеллирует к этим книгам а также и к классическим пророкам упоминает всех трех пророков Ишаяу Ирмияу и Хискеля а также упоминает в целом о двенадцати малых пророков то есть очевидно что у него есть представление о пророческом корпусе то есть к началу второго века до новой эры пророческий корпус уже как священный текст уже существовал в Кумране да Кумран это тоже где-то второе начиная второго века до новой эры вплоть до первого века новой эры найдены фрагменты всех пророческих книг а также комментарии так называемые пешеры к ряду из этих книг то есть эти тексты были очевидно священными я привожу тут еще текст из так называемой второй маковейской книги будет речь уже после возвращения из отпуска где говорится что Иуда Маковей убеждал бывших с ним евреев и утешал их обетованиями законы и пророков то есть это как бы уже некая пара закон это Тора Номос Хономос и пророки Хой Профитай да он их утешал законами пророков описаниях пока речи нет но по крайней и эта книга тоже была создана в середине второго века до новой эры иными словами мы можем сказать что более-менее в этот период пророческий корпус как корпус священный существовал здесь перед вами картинка самого используемого издания книги Бен Сирек который подготовил Муше Цви Сегель как бы издание дело в том что книга дошла до нас изначально по-гречески об этом тоже будет речь впереди в составе Септуагинта но в конце девятнадцатого века Соломон Шехтер который производил проверку так называемой Каирской генизы нашел там фрагменты много фрагментов из этой книги на иврите а потом отдельные фрагменты были найдены в Кумране так вот Муше Цви Сегель на основании сравнения текста Септуагинта более поздних переводов а также текстов на иврите создал критическое критическое издание книги Бен Сира на иврите доступное сегодня для всех теперь в этой связи мы на минутку вернемся к образу Даниэля которого мы обсуждали все последнее время да и зададимся вопросом был ли Даниэль пророком да мы уже задавались этим вопросом значит с одной стороны да он общается напрямую если не с самим Богом то с его ангелами он удостаивается неких видений эти видения являются небесными тайнами и он получает из высших уст объяснение этих тайн значит в связи с этим значит мы видим что по крайней мере некоторые группы в народе считали его пророком Даниэль назван пророком во первых в одном из кумранских свитков так называемый флорелегиум о его называет пророком флавий иосиф гудейские древности его называют пророком также в новом завете однако что касается еврейской романистической традиции то тут есть расхождение есть мнение о том что он был пророком а есть противоположное мнение что пророком он не был почему да чтобы ответить на этот вопрос мы прежде всего посмотрим куда входит эта книга в септуагинте действительно то есть вот эта традиция которую которую мы видим в кумране у флавия иосифа в новом завете она явно восходит к представлению которое есть в септуагинте где книга Даниэля входит в пророческий корпус там увидим сейчас как расположены эти книги но как бы в целом значит вот идут книги Ишаяу Ермияу и Хискеля после них книга Даниэля а вот в Масаретской Библии в корпус Писания а почему потому что с точки зрения мудрецов Даниэль все-таки не был пророком в полном смысле этого слова они это очень остро ощущали он не был божьим посланником мы об этом говорили уже божьим посланником Даниэль не был пророки это в первую очередь божьи посланники которые несут божественное слово в народ Даниэль не только не нес такого слова в народ но наоборот даже он ему было приказано скрыть это слово до определенного времени он был визионером а не пророком с точки зрения раввинистической традиции близким да вот близким тому образу каким в литературе второго храма был например хана значит далее мы подходим к писанию значит как и когда происходила канонизация книг писаний значит начать нам с книги псалмов открывающий открывающий раздел писания значит она как мы видим в ряде текстов эпохи второго храма воспринималась как семипророческая близкая пророческим так например в колофоне кумранской книги псалмов это текст который объясняет кто автор книги там говорится что давид сочинил псалмы вдохновляясь пророческим духом в кумранском свитке некое послание которое руководство общины хумрана послала в иерусалим сказано что мы написали вам чтобы вы как бы проникли и поняли бесефер муше уве сифрей ганавиим уве давид книга муше то есть тора книги пророков и давид что такое давид очевидно что это псалмов в новом завете тоже первый век говорится в законе моисеевым в пророках и псалмах да то есть книга псалмов воспринимается как священный текст примыкающий к пророкам и ни о каких других пока книгах в писании речи не идет любопытно в этой связи отметить что книга псалмов открывается псалмом который говорит о путях воздаяния праведнику и нечестивцу и этот псалом во-первых упоминает тору таким образом ориентируясь на нее значит праведник тот который учит тору он опирается кроме того на первую главу книги иошуа где от иошуа требуется постоянно тоже учить тору этот псалом содержит переклички с пророчеством из семнадцатой главы книги иеремии иеремии а также связан с последними стихами книги малахи то есть то что непосредственно ему предшествует в каноне где говорится что тоже надо учить тору то есть этот псалом который как бы является открывающим всю книгу псалмов он по сути дела создает связи с торой и с книгами пророков значит что же касается остальных книг писаний то ситуация такая вернемся на минутку бен сире бен сира в своем вот этом описании упоминает зарубавеля и нехэмию по всей видимости из этого надо заключить что он знает книги эзер и нехэми вполне вероятно что он намекает на книгу псалмов приписываемую Давиду поскольку он говорит о том что Давид сочинял песнопения тогда возможно что он знает и книгу хроник потому что именно книга хроник первый текст который как бы создает традицию о том что Давид создал литургическую псалмическую поэзию возможно он намекает также на книги песни и притч потому что приписывают соломону создание притчи разного рода притчи и поэзии да но как бы в отличие от пророческого корпуса где все названо по именам сам бен сира как бы вот поименно называют только зарубавили иных из этого текста невозможно заключить как каким перед ним перед его глазами предстоял корпус писания но предисловие его внука греческому переводу внук бен сиры создал греческий перевод ключ внук бен сиры создал греческий перевод через несколько десятилетий после того как была создана сама книга и он в этом переводе говоря о священном писании говорит о законах пророках и других отеческих или остальных книгах то есть нет термина писания но есть закон пророки и другие книги такое аморфный достаточно аморфный аморфное обозначение судя по всему еще нету какого-то четкого отграничения в кумране опять же найдены фрагменты из всех библейских книг за исключением книги эстер то есть скажем так середине первого века новой эры по крайней мере все книги писаний существовали но мы из этого мы не можем заключить что считалось был ли канон закрытым или открытым мы только можем понять что книга эстер по какой-то причине туда не входило то ли случайно не сохранилось то ли как мы обсуждали вследствие того что кумраниты не приняли эту книгу поскольку отвергали какую бы то ни была форму смешанных браков филон александрийский в первом веке в трактате о созерцательной жизни где он описывает общину терапевтов в египте говорит о том что терапевты читают закон пророчества пророков и песнопения или гимны псалмы то есть фактически книгу псалмов и остальные книги опять же остальные книги наконец флавий осип в своем знаменитом сочинении против опиона это более-менее конец первого века такое апологетическое сочинение которым он защищает еврейскую веру он упоминает книги пророческие книги песнопения и наставления то есть как бы ощущение из этого всего такое что до разрушения храма не было какого-то четкого и ясного канона называемого писания теперь для того чтобы более четко это понять мы обратимся вот к чему да два канона вот мы говорили о торе три канона а здесь два канона а уже нет самаритянского текста есть только танон и сектуагин перед нами два больших канона сектуагин то изначально был еврейским текстом текстом евреев александрии чем они отличаются друг от друга они отличаются пятью характеристиками на самом деле шестью но шестая это скорее различия в некоторых названиях книг но такие существенные сущностные различия это состав книг порядок книг количество книг текст и язык текст и язык значит что касается что касается состава в сектуагинте есть дополнительные книги которые в нашем каноне нет упомянутые мной уже например маковейские книги книга иудифик книга товита вторая книга эзра и так далее я как бы не буду сейчас читать все что здесь написано кто заинтересуется могу послать эту презентацию но в общем есть значительно больше книг порядок книг тоже отличается в сектуагинте нет трех частного деления к которому мы привыкли тора пророки писания а есть тематическая композиция то есть как это построили пять книг торы затем все исторические книги да значит тоже можно как бы включить как историческую книгу иошуа суди рут четыре книги царств так называется в сектуагинте а для нас это две книги шмуэля и две книги царей две книги хроник или паралипоменон в сектуагинте книги эзры и нахемия также апокрифическая книга эзры эстер юдиев то вид маковей вот все эти книги как единый корпус да ну как бы все исторические книги после этого идут книги мудрости и поэзии псалмы притчи песен песни елов книга премудрости соломона которая в наш канон не вошла бен сира книга псалмов соломона и потом в самом конце все пророческие книги в которые тоже входит в том числе и апокрифические произведения например книга баруха песца ирмияу баруха туда же входит книга плач еремея поскольку приписывается провоку еремея и вот туда же входит книга даниэль правда порядок иногда варьируется количество двадцать четыре книги в танахе мы знаем при этом как делается расчет надо помнить что двенадцать малых пророков треса считаются при этом одной книгой естественно книги шмуэля одна книга книги царей одна книга из рейных эми одна книга книга хроник одна книга так получается 24 симптуагенти поскольку есть больше есть книги которых нет на советском тексте то естественно значительно больше книг текст разница очень часто то что в торе появлялось эпизодически в книгах пророков и писаний очень много разных расхождений мы видели это когда например обсуждали добавки септуагинта книги Даниэля вот но есть и много других и как я уже и сказал ясно совершенно что септуагинта как правило отражает другой еврейский текст язык часть книг которые входят септуагинту изначально написаны на греческом языке например некоторые из книг Маккавеев книга Примутости Соломона и другие теперь что из этого всего следует из этого всего следует что во первых это подтверждает наш вывод о том что не было какого-то как бы согласованного корпуса книг писаний к концу эпохи первого второго храма который был бы четко как бы ограничен в разных местах были разные тексты разные книги более того как бы несмотря на то что например в эре Цесраэль пророческий корпус уже во втором веке до новой эры был сформирован и закрыт тем не менее могли быть всякие подвижки в септуагинте например мы видим что книга Даниэля становится частью пророческого корпуса передвигают книгу ИХА поскольку она приписана иермия она тоже становится частью пророческого корпуса и так далее то есть как бы только по поводу Торы нет никакого спора есть пять книг Торы это есть и в септуагинте и естественно на советском тексте значит здесь мы действительно подходим к вопросу любопытному который касается количества а вот сколько было книг что говорит Флавий Иосиф в том же произведении против Эпилона он говорит так у нас невеликое множество книг которые не согласовывались между собой и противоречили друг другу а только двадцать две содержащие летопись всех событий нашей истории и они по справедливости почитаются боговдохновенными дальше он их называет пять книг Торы тринадцатый книг пророков четырех книг песнопения и наставлений но их двадцать две они двадцать четыре и многие исследователи считают что это потому что для Флавия книга Судей и книга Рут это одна книга а также Иеремия и Плач одна книга но значит вот любопытно что в таком произведении которое называют Откровение Эзры оно было создано то ли в конце первого то ли в начале второго века новой эры это тоже такое апокрифическое произведение значит там рассказывается что Эзра должен был написать девяносто четыре книги написаны написаны же были в сорок дней девяносто четыре книги и когда исполнилось сорок дней да это естественно намек на Муше на Масе вот Симан-Лебаниль где они отцов знак для сыновей Всевышний сказал первые которые ты написал положи открыто чтобы могли читать и достойные и недостойные то есть все но последние семьдесят сбереги чтобы передать их мудрым из народа а также точно как Даниэль должен сберечь полученные видения их толкования так и здесь Эзра должен сберечь семьдесят книг семьдесят естественно число число типологическая обозначающая целостность но что любопытно те которые открыты всем то есть открытый канон их двадцать четыре то есть Эзра который пишет немногим позже Флавия знает про существование канона Кавдалец Фарим в двадцать четыре книги вопрос это действительно просто разный подсчет или же есть за этим нечто что гораздо более сущностное о чем говорят некоторые исследователи а именно не отражает ли желание свести канон двадцати двум книгам представление о святости еврейского алфавита который содержит двадцать две буквы а впоследствии такое произведение как сэфер и цера очень известное мистическое произведение ляжет в основу еврейской мистики говорит о том что бог создавал мир при помощи букв еврейского алфавита так вот двадцать две буквы еврейского алфавита а в греческом алфавите как известно двадцать четыре буквы а кроме того классическое или каноническое произведение еврейской греческой литературы или ада и одиссея гомера содержит двадцать четыре песни так вот есть обсуждение сегодняшние как бы исследованиях о канонизации библейского текста не отражает ли конечная победа двадцати четырех букв двадцати четырех книг библейского канона в конечном счете то самое влияние которое хотели отвергнуть отвергли септуагенту но в результате как бы само число двадцать четыре как священное число вполне возможно пришло из греческой культуры которая конечно была хорошо известна мудрецам здесь мы подходим к последнему предпоследнему вопросу так что же не вошло в масорецкий канон отреченные или так называемые внешние книги или на иврите называется сфаримхитсумим значит мы уже говорили о том что в септуагенте есть книги которые не вошли в тонах я их упоминал а кроме того отцы церкви упоминают некоторые книги которые не вошли в септуагенту например книга юбилеев которую мы упоминали неоднократно а некоторые не вошли в септуагенту но иероним включил вульгату та книга откровения эзы которую я сейчас только что упомянул некоторые книги найдены были в аналах эфиопской церкви на священном языке например та же книга юбилеев книга ханоха так называемый эфиопский или хабашитский ханох на старославянском языке и на других языках в Каирской генизии главным образом в Кумуране было найдено много книг которые не вошли в тонах бен-синру мы уже упоминали или вообще ни в какой другой канун не вошли например так называемый храмовый свиток самый длинный кумранский свиток храмовый свиток Магилат Амигдаш который является своего рода такой второй второй кумрана и он есть только там это их произведение или например такое произведение как Генезис Апокрифон или на иврите Амигилла Ахи Цунит Лавэ Ришит да это своего рода такой как бы мидраж или или скорее рерайтинг да переписанная книга Боришит дошедшая во фрагментах на арамейском языке храмовый свиток на иврите а это на арамейском языке тоже только в Кумране значит все эти сочинения вместе сегодня называют Апокрифами и псевдо эпиграфами вот здесь перед вами издание Чарльз Ворта самое авторитетное издание на английском языке сборник вот этих самых текстов это конечно название которое принято исследователем да собственно что их отличает друг от друга Апокрифы и псевдоэпиграфы в каком-то смысле псевдоэпиграфы это тоже Апокрифы Апокрифы это как бы книги скрытые да буквально Псевдоэпиграфы это более точное название это название для тех книг которых автор скрываясь за фигурой древнего персонажа ну говорит как бы что вот он написал это произведение этот древний персонаж Моши например Авраам Шлумо или Давид да и таким образом книга получает особый статус особый авторитет значит в Танахе тоже есть на самом деле псевдоэпиграфы например книга Коэлит очевидный псевдоэпиграф где делается попытка хотя особый псевдоэпиграф потому что автор не говорит прямо что книга написана царем Шлумо но он на это явно намекает и последнее перед тем как я дам вам возможность задать вопросы значит мы поговорили о том как создавался канон когда как теперь вопрос какие собственно критерии были перед мудрецами мишны когда они составляли канон то есть каноны масорецкий канон в конечном счете формируется после как я уже сказал после разрушения второго храма в явнинский период то есть это конец первого начало второго века текст конечно еще продолжает варьироваться но канон формируется в мишне в трактате говорится так что среди тех у кого нет доли в будущем время в будущем мире есть в частности те по словам рабе акивы которые читают внешние книги не пугайтесь не надо думать что значит чтение этих книг апокрифов севдо эпиграфов обязательно ведет к лишению доли в будущем мире как сегодня ясно судя по всему что что здесь имеется ввиду публичное чтение литургическое то есть предание этим книгам священного статуса те кто пытаются скажем сказать что в синагогах например надо читать книгу бен сиры книги маковеев у него нет доли в будущем мире канон закрыт его больше нельзя в него больше нельзя ничего включить а каковы же критерии а критерии такие внешними книгами являются во-первых все те которые с точки зрения мудрецов были созданы по окончании персидской эпохи после эзра инохемии в трактате обау батра делается попытка приписать библейские книги различным авторам последний из них эзра инохемия то есть как бы с точки зрения мудрецов тогда же примерно когда кончается пророческая эпоха тогда же завершается написание канона да потому что книги написаны по божественному вдохновению и все что потом написано уже как бы людьми просто им мудрецов опередил опять же флавий иосиф который говорит в той же книге против опиона следующую вещь от артаксеркса то есть видимо того артаксеркса который упоминается в книге на жизни и до ныне также написано несколько книг но они не столь достоверны как предыдущие поскольку не существует строго установленной преемственности пророков отсюда ясно почему например бен сира которого так обильно цитируют мудрецы талмуда и явно уважают не вошел в канон потому что как бы он свое имя не скрывал кто таковый и когда он жил было известно это явно после персидская эпоха а скажем книга экклезиаста коэль которая по содержанию по содержанию гораздо более подрывная по отношению к основам веры чем книга бен сир не ваша эта книга вошла в канон потому что приписана была царю шлому теперь вторым критерием было то что все книги которые написаны на греческом языке отвергаются исходно да вера цесраэль это был желтый билет священными языками могут быть только евриты и арабейские и наконец третий критерий последний если книга противоречит основам веры как ее понимают мудрецы эта книга может быть отвергнута но здесь критерий был менее жесткий как бы пытались найти решение можно было истолковать проблемные места так что противоречия снимались вот та же книга коэль по ее поводу сказано хотели мудрецы сокрыть книгу коэль потому что его слова противоречат друг другу а почему же этого не сделали потому что начало его слова торы и конец его слова торы и талмуд в трактате шаббат объясняет что он под этим подразумевает в другом источнике примерно того же времени мидраш чуть более ранним мидраш икрараба тоже сказано бекшу лигнос сэфер коэль чимацуго дворим дворим щемно тимлиц ад минут хотели сокрыть книгу коэль потому что нашли в нем слова которые явно граничит с ересь но их истолковали и в конце концов сказали амру я фе амар шлому сказали хорошо сказал все в порядке да как бы подытоживая да мы отследили такой очень конечно конспективной форме процесс канонизации с чего он начался чем он закончился сколько было канонов и каким образом установился масоретский канон который стал в еврейской традиции традиции победителя и это могло конечно произойти при любых обстоятельствах но очевидно что разрушение второго храма и необходимость сформировать текст который консолидирует общину и практически будет заменой храмового служения с одной стороны а с другой стороны раскол и отделение от самаритян и от ранних христиан привело к тому что этот канон масоретский канон стал единственным принятым хотя повторяю с точки зрения текста самого изменения еще долгое время выносились здесь я поставлю точку и если у вас есть вопросы их самое.. секунду есть вопрос Обратите внимание что в чатте есть вопрос я сейчас открою и посмотрю я кого-то прервал пожалуйста пожалуйста ваш вопрос ваш вопрос Следующее. Современное письмо еврейское, на котором написано Тор, имеет статус священного. Имело ли такой же статус старое полиеврейское письмо? Шрифт я имею в виду. И второй вопрос. Вы упомянули, что еврейский и арамейский язык считаются священными. Является ли такой же статус арамейского языка, как и уголошено подло, что еврейский? Окей. Значит, оба ваши вопросы. Что касается шрифта. В эпоху первого храма это был повсеместно принятый шрифт. Нам трудно судить, было ли отношение к самому шрифту как к чему-то священному. Как раз в тот момент, когда он был заменен на другое арамейское письмо, мы видим, что на первом этапе произошло примерно то же, ну я как бы утрирую немножко, что происходит с идишем и евритом. А мы разговариваем на повседневном языке, да, вот как это принято у харидин. Это идиш. А на шона кодыш, на нем разговаривать нельзя. Значит, видимо, примерно такое отношение было к этому письму. Откуда мы это знаем? Потому что в Кумране, например, есть тексты, которые написаны на этом письме. Они редкие. То есть это что-то такое очень эксклюзивное. А кроме того, в ряде текстов, которые написаны на обычном арамейском письме, когда появляется имя Бога, Йодгей Вавгей, его пишут полиеврейским шрифтом. То есть это знак того, что наиболее священные вещи пишутся более священным шрифтом. Но после того, как вышел окончательный раскол с самаритянами, шрифт, вот этот шрифт, которым мы пользуемся и сегодня, занимает нишу полиеврейского шрифта, становится священным. Я уже сказал, что мудрецы Талмуда смеются над самаритянским пятикнижьем и указывают на достоинство как раз вот этого нового, принесенного по их словам эзрой шрифтом шрифта и даже иногда договариваются для того, что именно на этом шрифте была изначально донатара, хотя и оспариваются другими мудрецами. Что касается языков, значит, конечно, еврей считается наиболее священным языком, он выше всего, но поскольку есть книги, такие как Эзра и Даниэль, отрывки из которых написаны по-арамейски, а кроме того, торгумы, переводы Торы и пророков описаний на арамейский язык приобретают тоже статус священного вплоть до того, что в отношении арамейского перевода Онкилуса Торы его читают. Раньше в древности читали в синагогах вместе с еврейским текстом, а в еменских общинах читают и по сей день. То есть арамейский – это язык, который имеет вторичный священный статус, какого с точки зрения мудрецов Талмуда греческий язык не имел. Теперь вопрос, который задали в чате. Как менялось отношение к книгам, правильно говорить, Флавия и Иосифа от написания до сегодняшнего времени? Смотрите, от написания до сегодняшнего времени. Ну, как сказать, когда Флавий писал свои книги, он в общем и целом, несмотря на то, что они носили апологетический характер по отношению к еврейской традиции, а также он пытался в этих книгах оправдать свое решение перейти на сторону римлян, эти книги были, в общем, забытой еврейской традицией, потому что они сохранились только по-гречески. Лишь в отношении иудейской войны нам известно, со слов самого же Флавия, что она изначально была написана то ли на арамейском языке, то ли, возможно, на иврите. Мы не знаем точно. До нас тот текст в любом случае не дошел. Все было на греческом. В книге Флавия почитались христианской церковью, помимо прочего, из-за так называемого свидетельства о Иисусе. А в средние века было создано такое произведение, которое называется Иосифон в X веке в Италии, которое излагало в такой довольно вольной форме еврейскую историю с основой на Флавии. В современное время тексты Флавия главным образом представляют интерес для, во-первых, исследователей еврейской литературы и истории эпохи второго храма, а во-вторых, для просто читателей, которые этим интересуются. Разумеется, в среде, которая не признает достоинства академического исследования, книги Иосифа Флавия не упоминаются и в 99% ешив, например, вы их не найдете. Есть еще вопросы, замечания? Можно выскажусь, раз уже это наше последнее занятие по этим делам. Не последнее, а последнее в этом цикле, да? Да, в этом цикле, да. Я просто обобщу то, что я говорил и раньше, то есть мои вопросы вообще в целом, а не только конкретно. Вот я не знаю, но, в общем-то, эти все вопросы, они касаются методологии изучения. И здесь у меня как бы большие сомнения. Вот не как не подход исторический, а я бы сказал, мой подход философский больше. Вот меня интересует, есть ли такая наука, историология? Вот я бы предложил бы такую дисциплину. Я не знаю, ли она существует вообще. Смотрите, есть наука, которая называется историософия. Историософия – это другое. Историология, я имею в виду, именно не описание, а именно методологию. То есть здесь идет речь о методе, а не о пописании. Ну вот если в этой рамке, в рамках этого, так сказать, идеи продолжать, то я, значит, есть два главных момента подхода к текстам и к толкованиям и ко всему. Ну вот есть очень конкретные вещи, которыми я, кстати, в которых я сомневаюсь. Например, то, что в одном месте приносить жертвы, это начинается, по-моему, даже с Ваекра и создания скиния. И шло, что Регалим с этим связано. То есть это никак не связано только с книгой дворин. Это мое мнение. Я не уверен, что я сто процентов знаю эти вещи, но, по-моему, это так. Почему это важно, я сейчас скажу. То есть главный момент – это то, что, собственно, летописи у нас нет. Летописи. То есть мы ничего не можем сказать о реальной истории, как бы, более-менее, вне тех нужд прагматических, которые обслуживали эти тексты в какой-то конкретный реальный момент. И время их создания, и время их использования. То есть как они перерабатывали эти мифы, что, какие задачи стояли за исключением общей еврейского подхода, что все от Всевышнего, и он управляет историей. И важны те заповеди, которые получены, значит, которые так или иначе в основном корпусе самой Торы в Пятикнижьях есть. И что так или иначе мы должны к ним возвращаться. И, в конце концов, это руководило, мне кажется, значит, еврейскими учеными. То есть прагматика. То есть прагматика – это чрезвычайно важная вещь во всех подходах. Значит, в этой прагматике еще вмешивается то, что с развитием истории я бы назвал антисемитов не только по политическим каким-то соображениям, но и по теологическим. То есть попытка утвердить какие-то свои новые идеи, новые тексты, как в исламе, то есть так или и в христианстве, они, безусловно, влияли и перетасовали все так, что тут, так сказать, очень сложно в этом всем разобраться. Я не говорю, что невозможно. Кроме того, что я хочу сказать, что кроме вот этого исторического опыта, конкретного использования языка, я бы взял за основу, мне так кажется, это очень важно, это изучить и как бы разобраться в этом, это то, что до текстов, то есть какая-то древняя история, когда возникал язык и письмость еврейский, я считаю, что этот, условно говоря, миф еврейский, монотеизм существует, и подход, и архетип, они существуют на этом уровне. То есть они потом развивались как-то, и они продолжались, закреплялись, утверждались, но они существуют, это есть как бы интуиция народа, да, то есть некая глубинный слой, вот, ну, Канго сказал, что это нечто априори, он не признает врожденное, это связано, так сказать, с тем, что то, что связано с сознанием и мышлением, но если говорить об отношении истории, то это некое, то, что предшествовало этому всему и то, что сохранялось, несмотря ни на что, еврейскими, то есть это, как говорится, в крови еврейской, да, то есть всякие добавления, всякие изменения, всякое развитие, оно всегда было в этой, как сказать, может быть, неосознанной этой интуиции, и всегда влияло на, вот то, что я сказал, да, то есть и в смысле канонизации текстов, оно влияло на то, чтобы сохранить эти исходные вещи и очень осторожно и очень ревностно относиться ко всему, что может эти глубины изменить, то есть даже если взять гомору, все те вопросы, которые ставятся в ней, все они не столько логичны, сколько они связаны с некой интуицией, почему убираются те или иные темы, почему они разбираются и как они обсуждаются, да, как они характеризуются. Смотрите, Эмиль, как бы все, что вы говорите, это вполне приемлемо, да, хотя и спорно, некоторые вещи, из которых вы озвучиваете, они спорны, да, но это как бы такой действительно очень общий взгляд на всю эту тематику, вот он, как бы разумеется, как я, мы в свое время с вами уже вели на эту тему диалог, вот, и даже переписывались, вот он, естественно, имеет право на существование, но я все же хотел бы отметить, что в рамках нашего курса мы говорили о каких-то более точечных, конкретных вещах и в том числе и о внутренней рефлексии библейского текста. Значит, что касается историологии, как вы ее назвали, да, в каком-то смысле историки этим занимаются, да, они как бы пытаются действительно вот те вещи, о которых вы говорите, так или иначе взять в расчет и обсудить, ну, а что касается архетипов и как бы некоего, ну, так сказать, состояния до, да, это отдельная интересная тема, которая, конечно, заслуживает тоже отдельного обсуждения, ну, просто как бы в рамках нашего курса мы время от времени к ней обращались, но это не являлось каким-то центральным моментом. Ну, в любом случае, спасибо вам за это. Я только одно точечное, если говорить о точечном, я просто как в качестве иллюстрации то, о чем вы сегодня говорили, приведу пример. То есть все эти, так сказать, весь этот спектакль, который разрезан с находкой пятой книги Торы и рвания на себе волос и так далее, так далее, это для меня это просто спектакль, понимаете? То есть я почти стопроцентно уверен, что это, так сказать, задумано, придумано для того, чтобы повлиять на ту ситуацию, которая необходима была, необходимости привязать к Торе и к этим заповедям, и таким образом напомнить это очень театрально и очень, так сказать... Смотрите, это верно, что это театрально, но в тот момент, когда вы говорите, что я уверен в том, что это спектакль, вы переходите некоторую черту, потому что вы не располагаете точными доказательствами. У вас есть определенное понимание этого текста, определенная гипотеза, как его понять, но одновременно существуют другие гипотезы. Да, значит, это может быть частично театр, это может быть вовсе не театр. В любом случае надо иметь в виду, что сам-то текст, описывающий это, он ведь не создавался, так сказать, в живом эфире, он создавался после. Мы не знаем, через сколько после. Может быть, в данном случае действительно его отделяло от описываемых событий несколько десятилетий, но в любом случае сам-то текст уже передает рефлексию его рассказчика, как рассказчик понимает это. Сам рассказчик совершенно не считал, что это спектакль, а чем это было на самом деле, это вопрос очень-очень спорный. Я хотел бы еще раз дать возможность и другим людям задать вопросы и высказаться. Мое доказательство основывается в том, что, первое, нет летописей, второе, нет литературы. Все это сливается... Эмиль, Эмиль, во-первых, это все вопрос терминологии. Дифтерономистический корпус, это в известном смысле, это, во-первых, разумеется, литература, а кроме того, он построен в значительной степени как летопись. Но это отдельный вопрос. Есть ли у кого-то... В любом случае, спасибо большое, Эмиль. Есть ли у кого-то еще вопросы или замечания, перед тем, как мы завершаем, потому что тут у нас еще одно мероприятие, у меня и у Натана. Есть ли еще какие-то вопросы, которые вы бы хотели задать, на которые я мог бы кратко ответить? Нет вопросов пока? Смотрите, если вопросов нет, то я, во-первых, опять же, благодарю вас за внимание, за участие, за вопросы по ходу дела. Значит, вот то, что мы называли с Фарим Хи Цониим, внешние книги, значит, вот к ним мы и перейдем. Мы с вами после моего возвращения начнем изучать, как бы в параллель, две маковейские книги, первую и вторую, как бы книги, которые описывают историю, начиная с той точки, до которой мы дошли, читая книгу Даниэля. И вот мы перейдем эту точку и посмотрим то, как это описано в маковейских книгах, и зададимся вопросом, почему же эти книги были забыты в конечном счете. Одна из них, подчеркну, была исходно написана на иврите, первая маковейская книга, в этом нет сомнений. Вот, благодарю вас за внимание и до встречи в сентябре. Спасибо. Спасибо всем. Натан, ты закрываешь сессию? Натан, ты закрываешь сессию? Так, у нас пропал Натан. Натан, ты закрываешь сессию? Что-то там какие-то попытки связаться. Сейчас я свяжусь. Ладно, счастливо вам отдохнуть. Ну, хорошего, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. И мы закончили, правильно? Да-да, ты закрываешь сессию? Да-да-да, слиха. Все, всем спасибо, счастливо. Все технические объявления, лектор сказал. Да. Объявление, вот в порядке, как это должно быть, будет разослано всем участникам нашего курса. Все, всем счастливо, пока. Ну, до свидания. До свидания.